Всем привет, у микрофона Антик, и сегодня у нас новый рогалик от наших разработчиков под названием Deck of Ashes, колода пепла, или как-то так, с пошаговыми тактическими карточными боями, сейчас в общем-то увидите, что за игра. Итак, это вообще-то демка, так что нам контента не так много будет доступно в начале, но тем не менее уже можно понять, составить представление об игре. Итак, мы выбираем персонажа, ведь это пока что заблокирован, Люция Вечное Пламя. Ее сожгли заживо за то, что изгои случайно выпустили проклятие пепла. Она восстала из мертвых, подобно легендарному Фениксу, слившись с пламенем, что дало ей великую силу и обрекло на вечное страдание. Люция стремится вернуть себе покой и сожжет любого, кто встанет у нее на пути. Люди с магическим даром – жертвы гонений с незапамятных времен. Мы внушаем страх, а страх рождает злобу. Я научилась скрывать свой дар дорогой ценой. Я доверилась своему жениху и открыла ему секрет. И в тот же день лежала в грязи, окруженная толпой кровожадных деревенчин. Ржавые вилы и горящие факелы, направленные мне в лицо. В тот день я впервые убила. Мне удалось сбежать, и я примкнула к изгоям, банде отверженных, таких же, как я. Куда бы ни вел нас праведный гнев, мы сводили счеты кровью. Когда мы разбили гребанную шкатулку и выпустили проклятие пепла, простой люд во всем обвинил магов. Началась охота на ведьм, и недели не прошло, как я оказалась на костре. Меня сожгли под радостные критии толпы, которые сменились испуганными воплями, когда я вдруг восстала из пепла. Проклятие даровало мне силу, я сама стала пламенем, пламенем, карающим моих обидчиков. Проклятие даровало мне силу, но сыграло со мной злую шутку. Боль, которую я испытывала на том костре, осталась со мной, и отравляет каждый миг с момента моего перерождения. Пророк нашел меня сам, он уверяет, что Леги Смерть может избавить меня от боли. Если это правда, я заставлю ее это сделать. Он просит убить Леги Смерть, говорит, это снимет проклятие. Этот мир населен мерзавцами, и я бы с радостью смотрел на их мучения, но если вернуть им себе покой, значит снять с них проклятие. То черт с ним, да будет так. Глава 1. Чертова обитель Чертова обитель, мы в логове самого дьявола. Проклятие, голод и смерть толкнули простых смертных на сделки с чертями. На каждом перекрестке здесь ждет демон-вербовщик, алчущий забрать вашу душу. Глубокие шахты, пещеры – это земля, как тонкое одеяло под подземным миром демонов. Бесы, суккубы и фриты – это самая безобидная нечисть, обитающая здесь. Здесь делами ведает хозяин перекрестков, но лично демон закрывает только самые крупные сделки. Он и зайдет слюной, когда мы остановимся на любом перекрестке. Идти по дороге – самоубийство. Он нападет на первой же развилке. Идти окольными путями под землей чертей – увольте. Разбиваем лагерь, пусть демон ищет нас сам. Итак, мы находимся в деревне. Это наш пункт отправления. По крайней мере, в этой локации. Владыка этих земель не даст нам пройти, и вскоре он нас найдет. Вот он, видите, вверху. Это временная шкала. Нам придется биться с ним у нас еще пара дней до его прибытия. Ищу в округе припасы и рецепты, и использую их с умом. Все, что найдешь, будет нам в помощь. Так, хорошо. Вот пара рецептов для начала поговорить с кузнецом, если хочешь создать из них карты. В общем-то, я знаю, что вам напомнит эта игра, но хочу сказать, что я в ту игру в сервер не играл, так что для меня любые сравнения будут бесполезны. Так, начало пути. Находите рецепты и создавайте из них карты, увеличивая атрибуты вашего персонажа, исследуйте регион, чтобы найти ресурсы и покупать на них улучшения в лагере. Окей. Прежде чем отправиться в регион, вот наша колода. Так, это вот наша колода. Карты, которые у нас есть, которыми мы будем драться в бою. У нас есть 5 огненных шаров по 10 урона, жидкий огонь, он накладывает горение. Ну это мы все в бою посмотрим уже, что за карты. В общем-то, можно карты создавать, то есть у нас есть рецепты, каждый рецепт уникален. То есть мы его один используем, создаем одну карту и рецепт пропадает. Таким вот образом. И есть колода пепла, это уже использованные в бою карты. У нас пока что боя не было, поэтому карты тоже нет. Так, карты в лагере создаем с помощью кузнеца. У нас, в общем-то, есть вот эти, видите, ресурсы, тут ключи. Чтобы открывать сундуки на карте, есть кубки, чтобы улучшение у торгов собрать. Реликвии, чтобы улучшение у мастера пепла брать. Травы, дальше руда, в общем, у разных персонажей улучшения. Это основной ресурс пепел, чтобы создавать карты как раз из рецептов и монетки. Монетки. Понятно, вот смотрите, у нас кузнец, допустим, он мало того, что создает карты, можно еще карты распалить, чтобы получить пепел, да, из них потом какую-то другую карту скрафтить. Дальше есть таланты. Таланты покупаются за монетки, у нас пока что нет их. Так, какие таланты вообще? Крит можно увеличить на 10%. Так, 30% меньше урона получать от карты со свойством надрыв. Так, горение снижает урон на 5% на противниках, понятно. Короче говоря, это все мы увидим, опять же. Так, улучшения как раз покупаются за вот эти кристаллы, которые мы будем искать. Руда. Да, руда. Ну, у нас пока что ничего не найдено. Дальше травница продает различные зелья за монетки. Также тут у нас за монетки, опять же, повышаются атрибуты. Улучшения продаются за травы, как раз за ресурс, который мы будем собирать. Дальше торговец за монетки продает карты, точнее рецепты, да? Это покупка рецептов просто, по-моему, с чего надо будет крафтить. Так, покупка рецептов, продажа рецептов. Там можно свои рецепты продать за монетки ненужные. Обмен ресурсов. И улучшения закупки. В принципе, все логично, все понятно. Ну и мастер пепла, обряда пепла, можно все карты возродить, то есть из сброса, из клада пепла вернуть в бесплатном лагере. И обряд сожжения, это у нас сжечь карту за монетки. И улучшения покупаем за реликвии. В общем, все, вот такое долгое вступление, в принципе. Итак, все ясно. Давайте просто покинем лагерь и посмотрим, что у нас за карта. Вот на этой карте мы будем путешествовать до прихода некого босса, который через пару дней будет тут. Каждое действие сопровождается течением времени. Вот, например, мы переходим сюда. Тут нас ожидает какое-то событие. Наверняка засада, начало битвы. Ну, отлично. Может и битва случится, да. Такое бывает. Итак, заодно бой посмотрим. Бой, в общем-то, чрезвычайно прост. Но проблема в том, что у нас всего лишь 5 маны. И карты стоят, вот, 3 маны эта карта стоит. Тут у нас 2 маны всего лишь, да. Давайте огненный шар. 10 урона. Ну, как в обычной, в принципе, коллекционной карточной игре, да, тут надо какие-то связки из карт составлять. В будущем будет. И это использовать. Так, вот у этих двух привидений сейчас будет удар. 5 урона, да. Еще и увеличат у нее шанс уклонения. Конец хода. В конце года мы можем 3 карты сбросить в низ колоды нашей боевой. Так что я вот одну карту шара сброшу. Всего в руке будет 6 карт. После добора. То есть на новом раунде мы доберем еще 3 карты. Так, нас поранили чуток, да. Но это не страшно. У этого плавающего факела есть свойство феникса. Он возвращается в колоду. В боевую после применения. Так что... Так, горение на противника можно наложить, да. В принципе... Особого смысла не вижу горение использовать. Давайте просто шарами закидаем, да и все. Феникс верну вернется. Все, сейчас уже сбрасывать нет смысла, потому что... Как бы 6 карт будет. И так достаточно. Так, объятая хлада. Ваша карта стоит на 1 ману больше. Вот это, слушайте, опасно, опасно. От этого как избавиться я пока не знаю. Так, можно... В принципе... Это ведь не болезнь. Болезнь это некая карта, которая нам... Вкладывается в руку. Так, ладно, давайте фигачить тогда. Сейчас, конечно, будет... Ну да, в принципе, за 2 хода уничтожим, да и все. За 2 хода уничтожим это привидение и... Нафиг. Вот у нас карта с надрывом, то есть за 20 хп мы можем возродить 5 случайных карт. Короче, в игре, ладно, пожертвую своим хп. Пожертвую своим хп. Можно было все-таки шаром уничтожить, да. Ну, нам хватит, в принципе, очков, чтобы все поделать. Все, мы получили 22 монетки, 20 пепла и 1 ключ. Вот здорово. Все, у нас привал. У нас 6 очков действий. Мы можем за 1 очко действия каждую карту возродить. Это раз. Можем пополнить хп за 10, точнее на 10% за 1 очко действия. Вот так вот. Так у нас еще 4. Еще 4. Можно создать карту бесплатно, ну, точнее, без очков действия, но... Так, давайте вот эти все возродим тогда. И, в принципе... Так, Огненный Ветер, интересная карта. Надрыв 10, нанесите броняйку, 9 и 11 урона. Последнюю карту, попавшую в колоду пепла, возродить можно. Понятно, то есть какую-то карту интересную мы применяем. Надрыв потом за 10 хп. Ну, конечно. 10 хп это опасно. Так, Внутреннее Пламя, надрыв 30. Возьмите 3 карты стоимостью 0 маны. Это интересно, слушайте. Крит можно увеличить. Вот это хорошая карта. Налесите противникам с наименьшим здоровьем 3 урона в конце вашего хода. Неиграбельная она, правда. Но надо ее сбросить, по-моему, да? Так, может быть разыграно. Пока карта находится в колоде пепла, да, надо ее сбросить каким-то образом. И жидкий огонь, это горение наносить. Ладно, давайте вот это вот сделаем, все-таки мне нравится она. Вот, и пока что... И пока что, наверное, все. Не буду тратить я лишние средства. Окей, мы находимся в клетке. Видите, можно подобывать ресурсы. Но на это тратится время. Мы добыли травки и кубки. Дальше можем перейти в бой. Давайте до сундука дойдем. Посмотрим, что там. Тут точно бой будет, 100%. Тут не факт. Войдя сюда. Может, обоевку мы уже видели? Событие какое-то. Удачная встреча. Пепельная буря опускается на деревню. Двери домов запираются. Ставни окон с громким стуком захлопываются. Я подхожу к трактиру, стучу трижды. Никто не хочет отвечать. Это единственное на много верст укрытия, поэтому я стучу еще раз. Наконец слышу, как тяжелый дверной засов поднимается. Когда дверь открывается, передо мной предстает хозяйка таверна. Она хмурится. Чего тебе? Не видишь, что ли? Мест нет. Я не успеваю сказать ей слово, как из-за ее спины выглядывает знакомое лицо. Пусти ему старые приятели. Поделюсь своей койкой, ухмляется, говорит торговец. А заодно у меня к тебе деловое предложение, как раз назрело. Хозяйка отступает. Так, хорошо, можно пройти мимо, можно поторговать с торговцем. В принципе, это все можно не читать, как бы. Так понятно, что произойдет. Ну, вот, решил я почитать все-таки. Так, что мне интересно. У нас, прежде всего, какие рецепты вообще есть? Мне нужно для сброса что-то. Может, мне нравятся тут две карты? Вот это вот, чистый огонь. Противнику 5 урона можно нанести. Еще 3 горения, если на нем нет ни одного. Вообще огонь карты. Огонь в прямом смысле. Давайте-ка купим. Чего-то это мне нравилось. Искра за одну мана всего лишь. И не требуется пепла для создания. Ну, ладно. Потом в следующий раз пошли на сундук. Что там за сокровищем? Тратим ключик. Всего лишь 10 монет. Ну, понятно. Еще и карта. Так, сбросим все карты с руки. Несите броню 5 урона за каждую. Отброшу на таким образом карту. Вот это, конечно, прикольная карта. Но все карты как бы сбрасываем. Вот, усиление. Получите одну силу до конца боя. Так, а нет, это мы рецепт берем. Это я все путаю рецепты и карты. Так, воспламенение. Все наложенные на него горения. Наложите их на остальных противников. Тут карты тоже очень хорошие. Но нужно побольше горений в колоде иметь. Потому что пока что у нас всего лишь одно. Давайте усиление пока возьмем. Вот, можно подобывать ресурсы. Ведь уже 5 часов прошло. Так, и тут, видите, чем дальше от лагеря, тем сложнее, во-первых, битвы. То есть уже средний бой. Редкий сундук. Ну, в общем-то, чем дальше, тем лучше награда. Нам нужно подготовиться к приходу босса, чтобы его завалить потом. Так что пошли. Пошли путешествовать дальше. Так, тут дороги нет. Вяжемся в драку. Да, монстров тут куча разнообразных. Это что за тварь такая, стражник? Так, что там у него увеличивает свою силу на 4? Ммм, интересно. Крит увеличен на 5%. Опасный парень. Так, попавшую колоду пепла можно возродить. Давайте-ка тогда... Так, восстанавливать 8 здоровья и уничтожить 11 чайной болезни. Ну, пока нам не надо. Ну, пока можно так, в принципе, что. За хп свое нанесем урона побольше. Вернули огненный шар в боевую колоду. И, в принципе, болезни у нас пока никакой нет. Может, он умеет. А может, и не умеет накладывать болезни. Посмотрим. Так, давайте-ка сбросим один шар. Нам столько не надо. А то едва можно сделать. Сбросить. Надо опять же смотреть, что у нас там в колоде осталось. В общем, игра увлекательная. Я в свое время пропустил вот... Слэйзаспайр, по-моему, называлась, да? Та игра там. Которая оказалась очень популярной в своем круге фанатов. Так, горение. Давайте-ка горение на него наложим, потому что мы с ним долго еще будем сражаться достаточно. Так что... И шар огненный. Все, горение у нас будет. Два хп отнимать. Каждый ход. Так, можете вернуть до трех карт на дно боевой колоды. Так, у нас две карты. Там не надо ничего возвращать. Все люди получают 5% шанса у крита. Да, видите, еще от локации зависят какие-то бонусы. Мы находимся в некой крепости или заброшенной деревеньке. Короче говоря, на своей территории. Если бы мы находились на кладбище, то там бы для мертвецов были какие-то бонусы. Что, в принципе, логично, да? Так, что там у него? Опять силу увеличивает. Походу... Походу, драться вообще не собирается. Ну, мы на следующий ход его уже убиваем. Так что, нормально. Да. Короче говоря, я что это видео записываю-то? Я, наверное, сегодня постримлю эту игру в день выхода этого видео. Так что, заходите, если что. Игра долгая. Игра в какой-то степени вдумчивая. Хотя я сейчас тороплюсь, потому что уже время подходит, в общем-то, к ночи. Поэтому все немножечко сумбурно. Но я думаю, что вы поняли, в чем заключается игра. Так, выйдет она. Даже не знаю, когда, честно говоря. Да, кстати говоря, самое главное, это у меня же ключик есть. Лишний ключик от демки этой. Так что, заходите в Дискорд. В общем-то, мы там его разыграем, этот ключ, как обычно. Как мы любим. Так что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео вам понравилось. Заходите на стрим, заходите в Дискорд. С вами был Антик. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.